Я коснусь сложной темы, которая касается дифференциальной диагностики опухоли яичников. Такие поражения достаточно часто встречаются и в нашей клинической практике. И здесь крайне важно помнить, что такое первая линия диагностики. Это ультразвук. И мы должны сказать, что 20% таких образований не определяются однозначно, не диагнистируются ультразвуком. Мы думаем здесь о доброкачественных и злокачественных. Их надо различить, но есть группа неопределенностей, неопределенных образований. Они таковыми остаются для нас после первого исследования. И тогда мы думаем про МРТ, где есть дополнительные возможности, есть контраст, есть высокое разрешение и возможность получить многоплановое изображение. При злокачественных образованиях, если нам ясно, мы можем упустить первую часть. Мы можем дальше говорить о диагностике. Мы можем говорить о разных вариантах, характеристиках повреждения, оценивать риск злокачественности. Мы можем определять лечение или менять лечение. И мы можем определить видение молодых женщин. И в последнее время была организована группа анализа таких поражений с точки зрения возможности оценки риска с использованием различных параметров, которые вовлечены в ультразвуковое исследование. Вы можете это видеть здесь, риск злокачественности, связанный с цистами, единичными, множественными, локализованными, солидными и так далее. Группа экспертов над этим работала и работает для того, чтобы стандартизировать ситуацию, чтобы оценить массу образования в яичниках. И здесь уже понятно, что важно вырабатывать стратегию для пациента на этом этапе с самого начала. И, кроме того, мы не должны забывать об исследовании параллельно различных других органов, молочных желез и так далее. У нас есть время использовать шкалу баллов для описания и оценки такого поражения яичников. И вот некоторые примеры, портрет этих людей, которые работают в этом направлении, занимаясь таким описанием. Их, конечно, больше, чем двое, но вот эти две дамы, они очень активны, работают активно. Как нам оценивать такие повреждения, как мы можем подступить к анализу и как нам двигаться, каков алгоритм. У нас есть определенные отпорные точки, которые позволяют нам составить шкалу баллов. И, опираясь уже на них, мы получаем оценку с точки зрения морфологии, распространенности. И мы проводим оценки совершенно с разных углов зрения, так сказать. Первая наша ступень здесь, на этой стадии, это масса поражения. Насколько затронут сама область, сам компартмент яичников. Затем в области яичников идет работа. Мы выполняем это исследование для того, чтобы понять определенные вещи. Когда мы видим массу образования, нам нужно очень хорошо понимать, что такое нормальный яичник. Мы должны понимать размеры и признаки, которые мы наблюдаем. Например, вот здесь есть образование. Здесь мы можем корональный план посмотреть, увидеть фиброму в области малого таза, например. Здесь у нас задняя сторона малого таза. Мы видим, соотносим с окружающими компартментами анатомическими образования, включая матку, например, прямую кишку, которые здесь другие органы, которые здесь расположены. Мы оцениваем сагитальную проекцию, коронарную проекцию, когда необходимо. Это швонома. Вот справа у нас образование. Это левый яичник. И мы видим структуру. Как мы можем... Этот знак, который похож как бы по форме на полумесяц, он нас уже настораживает. И затем мы думаем о морфологии структуре поражения. Оцениваем, киста это или не киста. И когда у нас имеет место киста, мы смотрим с разных сторон, латерально, фронтально и так далее. И смотрим, это обычная простая киста или непростая. Если это простая киста, мы используем простой жидкий контраст. И если это более сложный случай, у нас есть четыре категории, которые мы оцениваем. У нас есть односторонняя, солидная, многосторонняя, без солидной ткани. Многосторонняя, солидная и повреждения. Когда мы имеем дело с солидной тканью, 80% случаев надо сказать, что это полисолидное образование. Солидная ткань также имеет разные черты. Вот здесь они перечислены. Мы выделяем компоненты с усилением, популярная проекция, пристеночные узлы, нерегулярность, перегородки и так далее. Вы видите на слайде. И вот пример вам просто. Вот это кистозное образование без солидной ткани. После того, как мы ввели контраст, вы видите, что мы видим очень тонкую стенку этого узла. И в этой конкретной ситуации у нас такая множественная киста. Но наполняемость у этих кистозных формирований абсолютно разная. Потому что вы видите, что здесь есть некое количество крови. То есть это эндометрионно. И вот если мы в зависимости от солидного компонента, у нас могут быть разные моменты, связанные с разной проекцией. Можем использовать это может быть аксиальная проекция, корональная проекция с жироподавлением и с контрастом. И надо сказать, что здесь мы очень сильно подозреваем злокачественное формирование в этой кисте. Вот здесь несколько у нас очагов. В то время как здесь у нас есть другое поражение. Здесь у нас, так скажем, фиксированное. И здесь у нас сложная киста. Потому что здесь мы можем наблюдать наличие жидкого компонента внутри кисты. Но у нас здесь два разных солидных компонента с другой стороны. Они выглядят вот так. Здесь очень темное. А здесь гипоинтенсивный сигнал на Т2. Это поражение, которое является двумя разными опухолями. Это фиброма, а вот это карцинома. И это комплекс этих двух поражений. И затем вот здесь вы видите некого вида также новообразования. Вы видите, что это полностью солидное новообразование. Затем мы должны посмотреть разные участки для того, чтобы понять максимальный диаметр солидной ткани. Также посмотреть, насколько регулярно или неправильное образование по форме. Вот, посмотрите, мы можем здесь так измерить максимальный диаметр солидного компонента. И в этом случае это аденокарцинома. Мы можем посмотреть на вот этот правильный аспект солидного компонента. И самое важное, скорее всего, для оценки, с точки зрения диагностики, это оценка накопления контракта внутри этого новообразования. Здесь, соответственно, он может быть гомогенным или гетерогенным, накапливаться или не накапливаться. И таким образом мы получаем разные порции, так скажем, накопления. Потому что это может быть накопление внутри стенки, внутри полости. И также мы можем увидеть накопление контраста, связанного с некрозом. Или в случае гиперинтенсивного сигнала от узла, мы можем также столкнуться с проблемой, так скажем, с интерпретацией типа накопления контраста. По крайней мере, мы при гиперинтенсивном можем использовать другие последовательности с вычитанием или с подавлением. Вот здесь вы видите у нас такой неправильной формы. Это стенка у нас. Здесь у нас накопление контраста. И в этом случае мы можем столкнуться с популярной такой структурой. Но, тем не менее, здесь у нас очень гладкий контур этого новообразования. А здесь у нас более, так скажем, менее правильная форма. Здесь у нас также накопление контраста наблюдается. И в этом случае у нас негомогенное внутреннее накопление, внутриполосное накопление. Соответственно, здесь у нас два солидных компонента. Один гомогенный, а другой гетерогенный. И, соответственно, для того, чтобы оценить все это, нам абсолютно необходимо сделать количественную, субъективную оценку накопления контраста. И это, по большому счету, наша следующая задача – подсчитать все количественно для того, чтобы оценить разные аспекты, дать разную оценку накопления контраста. Итак, мы можем использовать вот такую кривую интенсивности накопления контраста во времени. Вы видите первый тип, второй тип и третий тип. Вот таким образом мы их можем разделить. Первый и второй тип связаны с либо пограничными, либо с доброкачественными новоформированиями. Но здесь мы можем сравнить с оценкой внешнего миометрия в течение 30 секунд после введения. А затем вы видите ситуацию, где у нас такое постепенное накопление контраста с течением времени, в то время как в этом случае оно будет более резким. Но, тем не менее, ниже, чем необходимо для внешнего миометрия. То есть, соответственно, это пограничная некая ситуация, а в то время как вот такого рода накопление контраста, вот по такой кривой, как в третьем типе. Это, вы видите, очень резкое накопление с очень высоким вот таким склоном в этом случае. Это уже характеристика злокачественного процесса. И надо сказать, что существует определенный анализ. И я перезвоню. Распознаю интенсивность сигнала с использованием двух изображений. Когда у нас есть два дословно задних сигнала, мы можем говорить о доброкачественном эпохе. Это фиброма слева. Вот повреждения уже другое. Это лимфома яичниковая. А это злокачественные случаи. Мы видим разный аспект. Другое интенсивность сигнала. И, конечно, есть еще. Мы учитываем жидкостный компонент. Такой же анализ. У нас три разных аспекта. Циррозное содержимое. У нас интенсивность. Подобная интенсивность, которую дает моча, например. А здесь у нас гиперинтенсивность. Это уже другой случай в этом случае. Это два образования. Достаточно рядом расположены. Но разная интенсивность им характерна. Вот мы оцениваем гомогенность сигнала. Например, на этом основании видим сразу, что у нас разная интенсивность. Это нам помогает дифференцировать два разных компания. Диффузное изображение. Мы используем такую шкалу, потому что когда он с высоким сигналом, тысяча, например, DWI и вот такая ADC интенсивность. Это достаточно типичная картина для слизистой и вот совсем другие случаи. Т2, А5, DWI и так далее. Типичная для фиброза. А вот здесь уже типичные вещи для злокачественных опухолей. И вот такие особенности использования диффузных изображений. И мы можем говорить, например, здесь про меланин, про кровь, про другие аспекты. Это некроз жировой ткани, аденофиброма была показана. Это типичная картина для злокачественной карциноми. Вот мы смотрим на ограничение диффузного распределения. И если мы имеем дело с кистой, вы видите, что присутствие жировой ткани может служить ограничением. Например, для нас, мы знаем, что иногда подавляется это. И так, мы можем оценить то, что есть уже в литературе. Есть описание поражений. Например, например, И вот это, скорее всего, злокачественное новообразование. Это очень важно для того, чтобы увидеть и сравнить все это и понять риск, стратификацию риском организации. Стратификация риска является самым важной частью нашей работы, потому что нам нужно объяснить онкогинекологам и хирургам, каковы у нас опасения. И надо сказать, что у нас может быть положительная прогрессичная значимость малюрганизации приблизительно от 2% до 5%. И так же вот это балл 4. Здесь у нас огромный разброс малюрганизации, потому что позитивная прогрессическая ценность у нас от 5% до 95%, а если у нас балл 5, то положительная прогрессическая значимость будет больше 95%. Вот некоторые примеры. Вот посмотрите, балл 2 – это доброкачественное новообразование. Вот это одна из категорий, которые я хотела бы вам показать. Эндомедриума, где у нас есть киста, жировая ткань без какого-либо солидного компонента. Это абсолютно типично для балла 2-го двойки. В этой ситуации у нас гипоинтенсивный сигнал на Т2, и у нас нет ограничения. У нас здесь белое темное включение. После введения контраста вы видите, что у нас кривая по первому типу. это миометрий, и вот это новообразование, вот это у нас по УРАЦ будет 2, соответственно, это фибротекома. И еще одно поражение, очень большое новообразование, это кистозное новообразование с солидным компонентом. Это как раз гипоинтенсивный сигнал на Т2. И здесь вы видите, после накопления контраста, а вот это кривая второго типа, но это цистаденофиброма по ОВАРЕН-РАЦ, это будет 2. И затем давайте, скорее всего, она доброкачественная. Давайте посмотрим на другое новообразование. Это Т2, Т1, вот видите, Т2 солидный компонент. Т2 действительно показывает очень такой хороший солидный компонент, она действительно очень хорошо нам показывает подобные компоненты. Вот это аксиальная проекция, это Т2 после введения контраста, гипоинтенсивный сигнал, и, соответственно, здесь мы должны сделать субстракцию этих изображений, и таким образом мы получаем классический вид тератомы, то есть это по ОРЭД, это будет 3. И вот это типическая, абсолютно типичная ситуация, типичная картина для подобных поражений, это серозная цистада НОМА, и вот это еще одно новообразование. На диффузионно-взвешенном изображении мы можем видеть как раз тип 1, и вот это как раз сама масса, выглядит весьма солидно, вот это диффузионно-взвешенная, это перфузия, и кривая, то есть это классический первый тип, это миометрий, и, соответственно, по ОРЭД, это у нас будет 3, это гистологические образецы, то есть это у нас эпителиальный рак яичника пограничный, вот это четвертый балл по ОРЭД, посмотрите, здесь у нас высокий гипоинтенсивный сигнал на диффузионном изображении, здесь вы видите также неоднородное усиление сигнала, и затем вы видите кривую, вы видите, что это миометрий, вот это опухоль, и это второй тип, это фиброма яичника, соответственно, вот это солидная ткань опять, и вы видите, что здесь есть очень значимое ограничение, есть кистозные включения, кистозные компоненты, вот это перфузия, и затем вы видите, что это гранулоподобная гранулоклеточная опухоль, и у нас могут быть разные признаки, которые могут помочь нам в распознавании подобного рода кистозных новообразований, и единственная проблема – это строма яичника, потому что это доброкачественное поражение, и у нас может быть вот эта кривая интенсивности по третьему типу, но и при этом вот это метастазы в яичнике, вы видите, что здесь Т2, диффузия, ограничения, перфузия, и вот это тип пятый, вы видите, что здесь выше миометрия, и, соответственно, это метастаз. А вот это циста аденокарцинома, и вы видите, каким образом выглядит кривая при вот этой миометрии. Итак, но самый последний шаг заключается вот в чем. Можем ли мы сделать больше еще для того, чтобы классифицировать эти опухоли? Можем ли мы дать патологам или патолокоморфологам какую-то гипотезу? Вот здесь вы видите внутреннюю архитектуру солидных аспектов, мы ее можем оценить. И помните всегда, что общие и находки вне яичников, они также очень важны. Мы должны, безусловно, оценить накопление контраста и паттерны, зато перитениальные жидкости, простые ли они по структуре или сложные, есть ли какие-то перегородки, есть ли какие-то кистозные включения, особенно в забрешенном, так скажем, пространстве, есть ли какие-то утолщения. Мы также должны оценить дополнительные признаки. Например, поворот, торсия яичника, есть ли какие-то перекруты ножек, есть ли отеки яичников. И оценить фаллопиевые трубы. Мы должны, вот здесь вы видите как раз утолщение оболочек, перегородок, вы видите, что здесь у нас кистозное включение, вот это очень легкая ситуация для диагноза на МРТ, потому что вы видите, что справа и слева у нас есть увеличение яичника, у нас есть значимая гиперинтенсивность сигнала на Т2. Вы видите FETSET, последовательность жироподавления. Это два разных, абсолютно два разных новообразования, потому что один из них это отек, а во втором это инфаркт. И здесь мы можем также увидеть торцию и перекрут ножки. И это один из индикаторов того, что есть вот эта торсия. это фиброма с вот этой торсией, вот эта торсия, поворот, как раз сразу говорит нам о наличии фиброза и гиперинтенсивного сигнала от паренхема яичника. Еще один очень важный диагностический так скажем момент, это прежде всего посмотреть на трубы и на яичник. Вот вы видите здесь, что мы можем оценить перитониальный висцеральный жир. Вот иногда это с одной стороны ошибки, а с другой стороны мы должны посмотреть на билатеральный аспект всех этих структур после контрастирования. И то, что касается преимуществ. Преимущества ОРАЦ это прежде всего стандартизация репортирования или отчетов по проведению МРТ-исследования во-вторых, это дает нам возможность прогностически все оценить и отсутствие накопления контраста имеет положительную прогностическую значимость от нуля до для злокачественного процесса и очень важно это также для того, чтобы дать информацию для онкологов, предоставить также информацию хирургам, потому что у нас может быть балл 4 или 5 по АДНЕКС и таким образом можем предложить консервативную терапию, в то время как АДНЕКС 4 или 5, 2 и 3 это консервативная терапия, а 4 и 5 нам нужно онкологическое стандирование и дальнейшее решение о ведении пациентки. Ограничения. Прежде всего у нас не всегда перфузия используется при МРТ-оценке и таким образом мы можем потерять специфичность при оценке злокачественного процента приблизительно до 95%, и если у нас женщина, которая должна пройти гистерактомию, то мы не можем сравнить наши кривые с внешним миометрием, и соответственно мы не можем использовать шкалу АДНЕКС. Затем есть перехлёст между злокачественным и доброкачественными процессами, это может произойти как раз если мы оцениваем трубы и волопьевые трубы и яичники, и затем мы включаем слишком много разных опухолей, и у нас таким образом есть определенная вариабельность подобных кривых интенсивности, потому что мы можем таким образом получить совершенно разную информацию в разных аспектах, в дополнение ко всему к этому мы можем у нас есть внутренние компоненты и при введении контраста мы можем получить ложноположительные или ложноотрицательные результаты, таким образом у нас может быть несоответствие между морфологическими признаками диффузионного взвешенного изображения и интенсивностью кривой, например, при низкодифференцированных опухолях, вот это один из примеров, и в этом случае вы видите, что это дермоидная киста и внутри этой кисты вы видите у нас есть негомогенное накопление контраста, очень толстая перегородка и это дает нам ложноположительные результаты, в дополнение диффузия может давать нам некоторые ошибки. вот такой например случай вот мы его видим и не оцениваем морфологический аспект не прибегаем к шкале о которой я говорила это карциноматоз это злокачественное образование но диффузия выглядит вот так и у нас есть ограничения DC и кроме того мы оцениваем шкалу тек временные и вот здесь мы сталкиваемся с проблемой какой же вывод мы имеем теперь очень важный инструмент для оценки опухолей яичников который мы называем аварионерация это позволяет радиологам использовать тот же самый язык что и тот самый которым пользуются хирурги и получать адекватную информацию обмениваться информацией понимать друг друга что естественно идет на благо пациентам и ускоряет и уточняет диагностику спасибо вам за внимание большое спасибо может быть есть какие-то вопросы у нас есть время спасибо большое за вашу презентацию вы этот инструмент используете для исследования для оценки да я начала вот аварионер используют для этого я думаю что мы должны улучшить классификацию особенно для того чтобы немножко разброс более сделать из такого ситуации разбросанной более четкой и когда мы говорим о баллах нам нужно использовать от отношения времени к интенсивности сигнала эту кривую которую мы тик называем потому что потому что при использовании времени Т2 нас могут вести заблуждение злокачественное образование они могут давать не слишком например когда-то сильный сигнал это все нужно сводить в одно я думаю что в этом наше будущее выписали 4-5 в заключение во имя диагностики конечно и вообще я я стала использовать этот инструмент несколько лет назад иногда в исследованиях аденомы применяется такой же подход например было несколько почему 4-5 потому что было несколько вариаций мы можем стратифицировать риски применяя этот инструмент есть ясно что во Франции идут исследования 7 исследований которые как раз связаны с этим инструментом я думаю что наш опыт поможет улучшить вот это поле работы эту область мы наверное соберем больше случаев пытаемся их сертифицировать еще еще один вопрос можно ли использовать этот подход для пациентов у которых другие злокачественные заболевания например у женщин какие-то другие злокачественные образования не обязательно яичников можно ли использовать этот инструмент что касается других образований злокачественных я не включала их в эту классификацию она касалась толика яичников потому что сейчас для меня была крайне важна разработка вот этой шкалы NX1 и проработка модальности изображений поэтому мы ограничили себя мы пытались поэтому мы могли бы КТ использовать и так далее но мы себя ограничили для того чтобы углубиться для того чтобы отработать этот классификационный инструмент для классификации именно рака яичника для классификации образования новообразования яичника спасибо большое как вы выделяете зону интереса как вы работаете вы выделяете большой нет нет я имею ввиду саму опухоль мы проводим 2-3 измерения я выбираю какую-то часть опухоли может быть более солидную более или менее я использую сравнение диффузное в случае изображения усиления накопления уберу 3 2 3 таких делаю подхода с использованием роль и вычисляю кривую у вас есть какие-нибудь подходы связанные с количественной оценкой это наверное будет следующими шагами я не использую квантификацию но мы сейчас переживаем революцию в технологиях в электронике в оцифровке я думаю что мы придем к тому что это будет делаться и сегодня мы говорили о раке шейки матки о том как мы получаем больше и больше возможности в смысле количественных оценок повреждения яичников такие образования может быть не так в этом смысле очевидно просты но мы сейчас идем вот в направлении выявления работы уточнения пограничных ситуаций и углубления понимания карцинома я говорила об ограничениях которые связаны с разными аспектами в том числе с диффузионным аспектом и это конечно разграничение адена карцинома и пограничных случаев это усложняет ситуацию но вот это наша цель мы поэтому мы работаем в этом направлении у меня не слишком большой опыт связанный с тем что вы о чем вы спросили но я думаю что наверное может быть пора начинать уже оценивать их таким образом количественно спасибо большое что касается мрт мы занимаемся примерно тем же только применительно к молочной железе железе это мрт молочная железа очень было интересно вас слушать мы выявляем подгруппы и вот 4b 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 вот работаете ли вы с такими подгруппами что касается рак и мы знаем что это очень сложный вопрос вы сейчас показали прекрасную работу вопрос еще терминологии она сложная конечно и потом сложность анализа тканей и что вы думаете будет ли проникновение усложнения в нашем понимании аспект от тканевого это очень сложный нужен комплексный подход и все сложно но с моей точки зрения когда я с точки моего понимания новообразования когда я работаю с вот этими баллами я использовал логические параметры конечно мы под влиянием находимся рекомендации опыта других людей это первая наверное проблема это трудно есть другие стратегии различные стратегии различные модальности как начать как написать отчет как результат из обследования есть совершенно разные модальности например вот четыре например это слишком расширенно эта категория вызывает дополнительные проблемы такая размытая зачастую вот мой опыт говорит что мы говорим что мы выполняем исследования пытаемся определить на ультразвуке суть образования потом работает глаз конечно и вот это тоже здесь тоже таятся проблемы м не Продолжение следует...